Сегодня поговорим про создание видео для YouTube канала, а точнее про топ-5 ошибок, которые совершают авторы каналов. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии Видеомаркетинга. В данном ролике мы с вами будем рассматривать топ-5 ошибок по созданию видео для YouTube, которые совершают достаточно большое число авторов по моим наблюдениям. Но прежде чем мы начнем, обязательно рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, о раскрутке канала, о востребованной профессии YouTube-маркетолог. И, конечно же, для самых быстрых скачивайте в правом верхнем углу мой отчет «Топ-5 способов заработать 100 тысяч на YouTube». Ну, а мы продолжаем. Вернемся же все-таки к нашим ошибкам по созданию видео. И первая ошибка, с которой я хочу начать, это то, что нет четкой структуры видеоролика. То есть нет плана, нет сюжета. Как это работает? Каждый ролик на YouTube, он играет какую-то роль, он для чего-то создан. То есть, либо он создан, мы сейчас будем рассматривать в контексте бизнеса. То есть, он создан для того, чтобы приводить новую целевую аудиторию в данный бизнес, новые заявки. Ну, в большинстве случаев, потому что у нас бизнес – это в основном не развлекательные каналы. Вот. И то есть, когда у вас есть сюжет, когда у вас есть планы, вы знаете, что, как, в какой последовательности говорить, вы таким образом контролируете, какую эмоцию испытает человек после просмотра вашего ролика. То есть, какое целевое действие он сделает, какую реакцию после этого видео он получит, ну, в общем, какое действие он совершит после того, как посмотрит. И это действие можно предугадать, если у вас есть сюжет, если у вас есть конкретный план видео. Если же нет такого, да, то очень часто, ну, ролики, которые мы выгружаем, они не дают нам нужное количество просмотров, не дают вовлечения, не дают заявки. Да, то есть, в этом случае, если у вас нет плана, то у вас нет такого контроля над эмоциями, над реакциями, которые будут у человека в итоге. Вот, то есть, вот это вы должны понимать, да, то есть, ваш сюжет, план, видео обязательно должен быть, что, в какой последовательности вы говорите и что должен человек сделать после просмотра. Я тут забыла букву S. Вот, соответственно, в результате, если вы не будете делать план, то это, скорее всего, снижение вовлечения, снижение доверия к вам, люди не будут досматривать, ролики ваши практически не будут рекомендоваться, ну, и новых заявок можно не ждать, да, соответственно. Вторая ошибка тоже, по моим наблюдениям, это то, что затянуто начало видео, и оно не цепляет. Я часто наблюдаю, что блогеры, прям вот, знаете, как, не знаю, там, первые, первую минуту чуть ли не о себе рассказывают, не какая там погода, как он там сегодня встал или еще что-то, некоторые вообще ставят по 20 секунд интро в начало ролика, то есть, это большая ошибка. В первые секунды нужно сказать, и вы наверняка обращали внимание в моих видео, что ценного, что полезного человек получит, если он досмотрит ваш ролик до конца, если он вообще, в принципе, его будет смотреть, да, то есть, очень важно в первые секунды зацепить, зацепить словами, зацепить той информацией, о чем ролик, что будет полезного, да, вот, то есть, соответственно, ролики, у которых длинное начало, люди чаще всего в начале и закрывают, то есть, у них не хватает терпения, сейчас все дорожат своим временем, нужно, чтобы было быстро, как говорится, качественно, сразу включил, получил информацию, да, то есть, в результате, если у вас, ну, не будет в начале такой зацепки, да, то люди будут очень мало просматривать ваше видео по времени, и это влияет на то, какое место будет занимать ваше видео, на рейтинг вашего видео и на его продвижение, почему? Потому что YouTube это система рекомендаций, и если ваш ролик смотрит всего лишь, там, 15 секунд, то, естественно, рекомендовать YouTube такие видео людям целевым, похожим на вашу аудиторию, так скажем, не будет. Третья ошибка – это плохой звук. У меня у самой эта ошибка была, я с ней наконец-то справилась, теперь у меня новый крутой микрофон, вот, но, ребят, обращайте внимание, все-таки не так важна на начальных этапах, скажем, картинка, да, как важен звук, то есть невнятная речь, какие-то шумы, не знаю, там, машины ездят или еще что-то, громкая музыка, которая мешает речи, то есть непонятно, о чем вы там говорите. Вот эти все моменты, они влияют на то, вообще будут ли ваши ролики смотреть, будут ли их рекомендовать, будут ли вообще люди на вас подписываться и так далее. То есть люди не смотрят ролики с плохим звуком, или если им непонятно, или если им не слышно, что говорится в видео, они это смотреть не будут, и уж тем более не будут этим делиться, и будут мало просмотров, и будут, скорее всего, дизлайки. Ну, соответственно, сами понимаете, да, о чем тут речь, я на себе такое тоже испытала в самом начале развития своего канала. Четвертая ошибка, это такая, знаете, монотонная подача информации и залипания на одном слайде, да. Ну, монотонная подача информации, понятно, если 20 минут говорящая голова сидит и вот так монотонно что-то рассказывает, вряд ли кто-то будет смотреть это видео, да. Что значит залипание на одном слайде? Это когда, если вы используете слайд, презентацию у вас, например, там очень долго на одном слайде висит, то есть люди начинают, грубо говоря, засыпать, то есть снижается удержание аудитории, люди начинают, как бы, терять речь вообще, ну, вот эта вот нить повествования, да, о чем вообще идет речь в данном ролике. Теряется интерес, теряется доверие, ролик ваш просто закрывают, ну и в принципе все, да, то есть при демонстрации экрана, вот я видите, одновременно правлю презентацию, при демонстрации экрана или использовании слайдов нужно движение, то есть каждые 5 секунд желательно переключать слайд, вот как в моем случае, да, ну, тут, правда, тоже не супер-пупер, но, тем не менее, это даже такая фишка по поводу переключения слайдов, даже когда я проходила обучение по проведению вебинаров, открою вам секрет, да, нам тоже давали там вот этот момент, что каждые 5 секунд, ну, каждые 10 секунд слайды должны двигаться, вот, то есть если у вас слайды не будут двигаться, если у вас будет монотонный голос и никаких эмоций, то снижается удержание аудитории, опять же, ролики ваши будут меньше просматриваться, ну, потому что они неинтересные, да, понятно, о чем речь. И пятая ошибка, это до сих пор некоторые люди загружают ролики качества меньше, чем HD, то есть меньше, чем 1280 на 720 пикселей. Открою вам секрет, что такие видео, которые там в качестве 480, 360, они автоматически не попадают в поисковую выдачу, то есть ваши ролики просто не выдаются, люди их просто не видят, поэтому старайтесь записывать HD, лучше Full HD, да, то есть это 1920 на 1080, у кого есть возможность 4К, вообще будет круто, вот, ну, и еще такой момент, когда разрешение видео маленькое, образуются по бокам черные полосы, и очень многих людей это, ну, как бы раздражает, понимаете, бывает такое, и люди закрывают, не смотрят, ну, то есть некачественные ролики, ну, не хотят, в принципе, смотреть, да, в результате ваши ролики не видят, ваши ролики не смотрят. То есть вот такие топ-5 ошибок я хотела вам сегодня рассказать. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, обязательно забирайте мой PDF-отчет топ-5 способов заработать 100 тысяч на YouTube, обязательно эти ошибки имейте в виду, не совершайте их на своих каналах, тогда у вас будут классные ролики, будет много просмотров, много заявок в бизнес, большое удержание аудитории, YouTube будет вас рекомендовать, все будет круто. Ну, и, конечно же, смотрите сейчас другие видео на моем канале, которые появились на экране. А с вами была Юлия Измайлова, до встречи, пока!